Староскольцы стали участниками фестиваля творчества пожилых граждан и инвалидов «Верю в себя». Последние два года конкурс проходил в дистанционном формате. В этот раз на сцену молодежного вышло всего 11 участников, вдвое меньше, чем обычно. Но подготовка конкурсантов осталась на высоте, продолжит Анастасия Конникова. Это ёлый комон, оборона, обезь, и вселенная сразу начнёт. Человеку, если он творчески, независимо от возраста и состояния здоровья, хочется заявить о себе «Вот он я, я есть, я пою, рисую, танцую». Но конкурсов для людей пожилых или инвалидов не так много. Светлана Щербак старается не пропускать ни одного. Белорусска по рождению в душе ощущает себя русской. В Старый Оскол приехала в 1979 году. Через пять лет впервые вышла на сцену. И вдруг стремительно стала терять зрение. Сегодня она видит лишь очертания силуэтов. Но не унывает. Сама ведёт хозяйство, ухаживает за огородом и всегда поёт. Песню для конкурса выбрала патриотическую, чтобы поддержать в нелёгкое время страну, ставшую родной. Песня «Горят отечества огни, Пускай не верим на тобой встать». Спасибо. Надо держать себя в рамках, не падать духом, держать себя в тонусе. Вот поэтому я и занимаюсь. Мне очень нравится. Областной конкурс «Фестиваль «Верю в себя»» проходит в три этапа. На первом муниципальном представили 11 номеров – девять вокальных и два поэтических. В основном выступали участники студии эстрадного пения «Новая волна» Староскольского отделения Всероссийского общества слепых. Наша студия два раза в неделю занимается. Люди с удовольствием туда приходят. Как-то человек раскрывается. И потом есть такое понятие реабилитации. И вот когда человек через это творчество как бы себя реабилитирует. Победители первого этапа отправятся на областной конкурс, а после лучшие артисты соберутся вместе на гала-концерте. Анастасия Иконникова, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал.